товар при тебе конечно инрику майни вновь с вами всем привет и сегодня с реакция на нашего любимого добряка называется видос мамкин бизнесмен он довольно часто выпускать видос начал шустрик шустрик шустрее меня скоро будет а я блин реакции делал каким образом этим занимается как он это делает маг чародей привет привет мак чародей да и бизнес хватки не было думал я пока не нырнул в пучину своих влажных воспоминаний оказывается самого детства искал способы заработка и еще в дошкольном возрасте хотя не наверное есть люди которые вообще пофиг зарабатывать меня тоже в детстве искал помню я копирайтингом занимался райтингом я занимался в той в интернете зарабатывал по доллару в день лучшем случае но потом начал программированием заниматься программирование неплохо программирование так классно дизайнером быть классно со своей подругой да кстати почему-то у меня в то время были только подруги не знаю с чем это связано вот я с одной из них узнал что оказывается заказара тылки платят настоящие деньги привкус легкой наживы вел нас по всей округе собирать эти вонючие грязные бутылки и мы насобирали прям целую кучу но проблема что принимали их только чистыми и нам их нужно было сначала помыть естественно это занятие мы хотели оттянуть как можно дальше и мы оставили эти пакеты бутылок у меня дома и пошли играть в песочницу отлично вернулись все бутылки уже были вымыты а все потому что моя мама увидев такую инициативу в раннем возрасте решила молодец мама на самом деле это так мило некоторые мамы начали бы орать зачем ты мусор домой тащишь а это прям ну хорошая мама молодец честно прям респект олигархам за нас эти бутылки радостно в припрыжку сдав эту стеклотару мы получили свои первые в жизни денюжки да я еще даже считать не умел но уже был при деньгах догадаться на что пошли все наши вырученные баржи чипсончики да нет нет просто накупили кучу всяких вкуснях да и как моя спутница благородно уберегла меня от сахарного передоза люблю ее нет она меня просто обманула и забрала большую часть всех вкуснях это потом мама объяснила мне что делить нужно всегда поровну это грустно вот грустная история мама так еще и мама его помыла ему больше почитается и маме прочитать конфетка или меня самого детства ну мама не обманула мой бизнес проект был уже в первом классе самого рождения у меня была тяга к рисованию к своим годам я в этом преуспел и даже кому-то умудрялся поддерму нормально правда я не помню кому и зачем их вообще кто-то покупал но на лишнюю булочку в столовой я всегда покупал больше но потом я бросил это ребячество и начал заниматься реальным бизнесом разведением белых мышей помните историю про мыша антона так вот от него осталось такое большое потомство что селить постоянно растущую популяцию не хватало уже банок и встал вопрос куда их пристроить тогда я наладил коммуникацию с одним зоологическим магазином который принимал мышей за 10 рублей а впоследствии перепродавал их в хорошие руки счастливых покупателей за 20 ну здрасте вполне неплохой бизнес товар при тебе конечно инрику свеженькая высшего качества он айс кстати как обычно таким образом братья меньшие получали кров а я поднялся и стал на какое-то время мышиным магнатом а затем я расширил не плохо стал продавать уже хомяков но уже по двойной цене какого хрена джонни мы так не договаривались примерно так на самом деле это очень круто это что было какое-то стремление зарабатывать и мама крутая с твоей маме тоже респект а вот девочки не респект дизреспект вообще дизлайк и диск запишем на неё с лишь девчонка обокрала добряка на тебе юбчонка и она мало интересное вPEA из моей жизни, ну и, конечно, не поймите на новых встречах. Я обращаю внимание, я уже отсталый. У меня 47-я хромосома. Вы именно поэтому меня смотрят, не забывайте. Ребята, ссылка на оригинал в описании. Приходите и подписывайтесь на Добряка. Ставьте ему лайки. Пишите мне комментарии. О, ему комментарии. И мне комментарии пишите. И на меня подписывайтесь. И мне лайки ставьте. И вообще, будьте умничками. Я вас всех так люблю. И да, всем удачки. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok